Общались в коллективе и всю жизнь проводили, то есть не было такого, что он зазнавался или считал, что он не срабатывает известно, это важнейшее психологическое. Спасибо, я буду принимать. Простите. В своей дипотезе вы пишите, как бы высокий результат для главного спортсмена, как бы успешно он не был востребован на мере СМИ. А зачем ему востребован на мере СМИ? Он добивает себе результат, он подтверждает, он зарабатывает свои деньги, да? Из опыта можно увидеть то, что большинство спортсменов, достигших высокого уровня, они стараются участвовать в рекламных кампаниях. То есть их бюджет, когда они уже в топе спортивного рейтинга, основная составляющая их заработка уже идет не от спорта, а от рекламы, от съемок. И, конечно, я считаю, что любой спортсмен, любой человек будет стремиться к популярности, чтобы больше узнавали, к привлечению большей прибыли. И именно для этого он должен светиться в СМИ, должен поучаствовать в рекламе. То есть он, получается, в дальнейшем, в реальной жизни? Конечно. И которая в дальнейшем, увы, и будет кормить. В дальнейшем вопрос. Да, конечно. У Вас в презентации встречается также такое заявление, что спортивный характер может быть результатом деятельности спортсмена. Да. Может быть, это еще и результат деятельности тех, кто ответил для спортсмена? Конечно. Но я считаю, что в большей степени отпечаток на характере оставляет спорт. Несмотря на то, что... Я сейчас возьму командный спорт, можно немножко легче будет провести пример на этом. В любой команде в детстве можно увидеть фидера. Вот. И на нем будет довольно большой груз ответственности психологически. Потому что в возрастом возрасте уже более легче это переносить, нежели когда в детстве, когда на тебя рассчитывают и команда, и тренер. И это, конечно, имеет отпечаток свой. Но в то же время, конечно, и родители всегда на тебя дали то, что ты должен быть лучшим, и тренер всегда на тебя поддавливает. Последний вопрос. У Вас приедены несколько таблиц. Да. Хотелось бы понять, откуда эти данные, кто опрашивался, кто их опрашивал? Я опрашивал своих знакомых. У меня большое количество людей, занимающихся спортом. Я сам до сих пор играю во многих командах. И тем самым им было нетрудно провести опрос, как люди считают. Слушай, что это было красиво? Я не могу сказать точное количество, но точно больше 60. А как спортсмены смотрели? Смотря про каких спортсменов Вы спрашивали. Про профессиональный спорт. Я работаю сейчас. То есть спорт, они все равно, да? Ну, спорт, они, конечно, это образ жизни. Без спорта они как рыба, без лоббис. А Вы чего хотели в случае? На Ваш взгляд, какие типажи лучше всего использовать для формирования имиджа спортсмена? Можно на конкретных примерах? Ну, на мой взгляд, лучше всего использовать типаж общественного деятеля, то есть благотворительности. Я пойду пример Андрея Кириленко. Человек, который достиг невероятных высот в баскетболе, участвует и играл за океаном. Я считаю, почему? Потому что все же люди знают, что он занимается благотворительностью. Он помогает без... Нет, ну разве это влияет на его карьеру как спортсмена? То есть... А, Вы имеете ввиду не репутацию, а именно как карьера... Имидж, вот именно имидж спортсмена. Какой типаж лучше использовал именно для формирования имиджа спортсмена? Я понял, я понял. Потому что, понятно, да, у него может быть имидж общественного деятеля, но он может, допустим, очень плохо играть в баскетбол. Мы, наверное, не говорим о его популярности вообще. То есть я, в принципе, разрабатывал имидж спортсменов с точки зрения увеличения его популярности, рейтинга. А как спортсмена, для его рейтинга как именно спортсмен, то я считаю, он должен быть честный, не прибегать к каким-то запрещенным форматическим... Репаратам. Репаратам, да. Должен придерживаться законов. Я считаю, если все будет в таком духе, то он достигнет хорошего. Ну и, соответственно, конечно, он должен быть трудолюбив, прилагать большие усилия. Весь. Вот. Несастливый. Несастливый. Алексей, а можете вспомнить какой-то самый яркий пример поведения спортсмена и спортсменов, который вырушил бы не только их имидж, но и из всей страны? Ну, последние год, два, три. Может быть, в командном спорте? А, ну давайте возьмем биатлон. Я, к сожалению, не смогу сейчас назвать фамилии женские. Да. Ну, вот. Когда поймали их на применение допинга. Насколько наложили отпечаток и на сборную по биатлону женскую, да и вообще, я считаю, на всю сборную. И, в частности, на Россию. Если нет вопросов, тогда я пришлюсь. Руководитель спортивного клуба НГПУ Марка 88, мастер спорта по боксу, как мы говорили, выложила по А.Г. У меня большая просьба те, кто присутствует в зале, в аудитории. Вот этого между собой шебульшаться не надо. А то, когда вы выйдете защищаться, тоже кто-нибудь будет шебульшаться между собой. И вас это будет отбойка. Человек стоит, волнуется, пожалуйста, побольше уважения. Большое практическое значение имеет то, что эта дипломная работа, несмотря на молодость ее создателя, и пока еще не очень большой опыт, является красивым материалом, который можно и нужно рекомендовать всему российскому спортивному сообществу, начиная от спортсменов и спортивных функционеров, спортивных чиновников высшего уровня. Каждый из которых благодаря этой работе может понять, насколько важен положительный имид спортсмена как для личных достижений каждого, так и для достижений государства в деле здоровья нации, качества жизни и демографической составляющей. Это я зачитала заключительную часть рецензии. Дипломная работа достигла поставленных целей и заслуживает положительной оценки. Поскольку рецензия носит описательный характер, и рецензия просто высказал свое мнение, на замечание вам ответить нечего, потому что их нет, и вам представляется заключительное слово. Думал сказать одно, а немножко тоже другое. Как сказал, на мой взгляд, удающийся журналист и спортивный комментатор, Голинский Евгений Яковлевич, что в советское время существовал стереотип, что спортсмены – это голова и большие плечи. И сейчас он начинает немного ломаться данный стереотип, спортсмены начинают читать книги, ходить в библиотеки, учиться. И с вашей помощью и немножко с приложением усилий с моей стороны я постарался это доказать, что не все спортсмены – это только груда мяса и без головы. Не знаю, получилось, не получилось это решать не мне, это, конечно, вам решать. Но в то же время хочу сказать спасибо тем людям, которые вовремя дернули меня за ниточки, чтобы я не ленился. Это, конечно, научный руководитель, большое спасибо, Лея Владимировна. Это девушка моя. И Александр Викторович Невзгода, который тоже давлял на меня со всех сторон и заставлял меня работать. Спасибо большое всем. Это все. Следующая защита. На защиту приглашается Пампила Ванна. Это тема «Способа психологического воздействия в рекламе продуктов питания на примере кондитерской продукции компании «Москет». Научный руководитель Галина Анатольевна Веросвечерцева. Продолжение следует. Здравствуйте, уважаемые члены. Здравствуйте, уважаемые члены. Здравствуйте, уважаемые члены, уважаемые члены. Здравствуйте, уважаемые члены.